Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня вторник, традиционный день добрых дел на Радио Болтком в эфире программа «Зеленая лампа». А тех, кому нужна наша помощь, для тех, кто хочет помогать, ведут ее Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. Нас гость сегодня Ингрида Шмидте, руководитель фонда, благотворительного фонда Be Open, с которым мы уже давно сотрудничаем и делаем очень много хороших дел вместе. Здравствуйте, Ингрида! Добрый день! А говорить мы будем сегодня обо всем хорошем, немножко-таки подведем итоги за последние месяцы, расскажем, что получилось, какое лечение получил, какие результаты после наших программ, благодаря вашим звонкам, благодаря вашей помощи. И, конечно, будем говорить еще об одном проекте, который называется «Лето бабочек». Лето бабочек – это специальный лагерь для особенных детей, для 60 особенных деток, для которых будут работать специалисты, волонтеры, врачи, преподаватели, чтобы немножечко улучшить их состояние физическое и моральное. Вот об этом чуть позже. А телефон наш 9306384, как всегда, работает в пользу героев нашей программы. В данном случае это для лагеря «Лето бабочек» для особенных детей. Стоимость звонка – евро 42 цента. И напоминаем, что гость нашей программы, руководитель благотворительного фонда «БиОпен» Ингриде Шмидте. Удивительный человек с очень открытой, широкой душой. Это такой человек, скорая помощь. Очень отзывчивый и очень ответственный. Именно к Ингриде Шмидте обращаются в безысходности мамы детей, о которых мы рассказываем вам каждую неделю. Это каждый раз очень трогательные, очень индивидуальные, очень личные истории. Ингриде, скажите, пожалуйста, вот с какими чувствами вы думаете о благотворительности? Когда говорят «благотворительность», что вы ощущаете? Что это для вас? Ну, скорее всего, это такие три чувства, которые во мне вот всё время живут, когда я говорю о всех наших возможных проектах помощи, то, что мы сделали за это время вместе с нами и до этого. Во-первых, первое чувство – это самое большое уважение, самое большое преклонение перед мамами, перед родителями, которые воспитывают этих особенных детей. потому что мы в своём ежедневном, мы не можем представить, как это, что ты всё время 24 часа, всё время на стрёме, и ты не можешь никогда расслабиться, и это у тебя все 7 дней в неделю и все дни в месяце, и так будет ещё вперёд. Во-вторых, второе – это самое большое чувство благодарности всем нашим радиослушателям, нашим читателям, всем тем, которые не проходят мимо наших историй, мимо наших героев, потому что у нас вместе удаётся сделать очень много хороших дел, и без такой отзывчивости мы это не смогли бы отзываться, ведь не только знакомые этих семей, но большая часть – это незнакомые люди этим семьям, этим родителям. И третье, к чему, наверное, хочется тоже всегда призывать – это к толерантности к этим особым детям и семьям. И я всегда благодарна родителям, которые готовы рассказывать о своих историях. Это трудно, конечно. Это очень трудно, и мы понимаем, что только с их помощью и с их откровенностью мы можем тогда рассказать это и дальше обществу. Если это не рассказывать обществу, тогда это и не будет известно. Ведь столько много таких историй, что вот мама, например, у кого дети с синдромом аутизма, что кто-то их там упрекнул, что вот ваш ребёнок там не умеет себя вести, в песочнице там как-то там плохо себя ведёт, в транспорте себя плохо ведёт. А вот задумайтесь, а может быть, это ребёнок с особыми потребностями, да? То есть вот эта толерантность, она постепенно вживается в общество. Но об этом нужно говорить и нужно напоминать. Вот такие три нюанса, о которых, по-моему, очень важно говорить, помнить, спасибо всем жертвователям и преклонение этим родителям. Вот у вас в фонде Be Open есть такой отдельный проект «Помощь деткам с нарушением двигательных функций». То есть это те дети, которые не могут самостоятельно передвигаться, это инвалидные коляски, это мама, которая должна... Если есть папа, то мама с папой, если нет, а это очень часто только мама, это чисто физически, значит, вот они должны переносить на руках. Вот вы лично знаете многих мам этих детей, их истории. На ваш взгляд, вот что можно и нужно делать, чтобы как-то облегчить жизнь этих мамочек? Самое главное, когда я разговариваю с родителями уже более взрослых детей, то есть кому уже 12, 14 или 16, тогда все родители как одно говорят, что самое важное, самый максимум вкладывать в первые годы развития. То есть вот время – это всегда не в их пользу. То есть нужно максимум усилий вкладывать, пока ребенок маленький, пока он растет. И чем больше они вкладывают, тем потом ребенок более самостоятельный. И у нас столько много историй, когда родители говорили, что вот в начальной стадии врачи говорили, что ребенок не будет ходить, не будет передвигаться, не будет сидеть, не будет ходить, не будет разговаривать. Они поднимают этих детей, они вкладывают неимоверные силы, и результаты есть. И эти детки и сидят, и ходят, и передвигаются, и у них есть друзья. То есть они по очень большой мере вливаются в какую-то свою общественность. Они дружат между собой. И таких случаев очень много. И вот поэтому столь важно, что мы смогли помочь многим маленьким деткам, вот вместе с вами, зеленые лампы, слушателями зеленые лампы. В прошлом году, как раз в декабре, мы у нас была помощь, мы собирали помощь Доминиксу, и сейчас весной это был Артис. Оба мальчика, двухлетние мальчики, и у них у обоих особые сложные диагнозы, у которых редкие диагнозы. Очень редкие. Очень редкие. Я как не специалист, я с памяти даже не назову. Даже не воспроизведешь генетические. Но важно, что в их развитии сейчас мамы находят возможности вкладывать. То есть мамы сами нашли специалиста, они приглашают этого специалиста сюда, в Латвию. Они организуют группу этих мамочек с детьми, и специалист уже, это уже совсем за другие деньги, конечно, получать, если специалист сюда приезжает, и он занимается здесь с детьми. И благодаря вот нашим всем общим помощи, оба мальчика, Доминикс и Артис, только что были две недели в таком специальной реабилитационной программе вне Латвии, где с ними работали специалисты, развивали все необходимые функции. То есть нам даже вот трудно это объяснить, как это важно, если, например, как в два года, например, ребенок начинает уметь пить сам, а не просто вот арзонды, а он начинает сам пить. Он правильно реагирует на цвета, на людей. То есть столько много вещей, которых вот в этом реабилитационном программе обоим мамам научили, им дали задание упражнения на 4 следующих месяца. То есть еще и методику какую-то показали. Да, они получили очень большую методику, они этой методикой делятся между собой, эти мамы. И главное, что так как дети маленькие, они не умеют рассказать, что им болит, что их тревожит. И они учатся понимать, вот как справляться с этими их реакциями, как справляться, например, если приступ ребеночку, и, конечно, это тогда с последствиями нервных таких реакций, как справляться с этим, как успокаивать ребенка. И вот эти мамы, они просто неимоверные усилия прикладывают, но вот с помощью нашей программы эти дети были в этом реабилитации, и видно, что они поделились тоже в Фейсбуке, что большие такие движки вперед у них происходят. Но это маленькие детки, и у них еще очень-очень много борьбы впереди. Ну вот смотрите, то есть мамы прошли уже какую-то часть пути этого очень важного, и, в принципе, показали дорогу следующему, потому что, ну, оно редкое заболевание, но они есть, да, и там какие-то вот, возможно, каким-то родителям это тоже очень поможет. Они между собой общаются, они друг друга знают, и они очень делятся этой информацией, своим опытом, и это очень важно. Ну вот все мамы рассказывают, как правило, когда в семье появляется ребенок с тяжелым диагнозом, с тяжелым заболеванием, как мы говорим, особенной, дети с особенностями развития, то, как правило, у семьи меняется весь круг. И у мамы, вот те подруги, которые были ее окружением до того, потихонечку отдаляются, и приходят самым близким кругом, они становятся друг для друга, вот эти мамы, потому что только между собой они могут очень откровенно говорить о каких-то вещах, которые, вот скажем, благополучным нам даже в голову не приходят, как там вот тяжело приходят. И поэтому, да, именно такой летний лагерь, это один из таких, как говорится, подушек реабилитации для этих мам, потому что они же день в день из себя иссякают, свою энергию тратят, они должны чем-то наполниться. И вот лагерь, когда они общаются между собой, когда они делятся, когда они получают дополнительную информацию, занятия происходят не только для детей, но и для родителей, и тогда эти 4 дня их наполняют новой энергией. Это есть такой термин, как это психологическое выгорание. То есть вот в принципе у этих мам это большая очень проблема, им нужна такая поддержка, поэтому мы напомним, что наш телефон 93063-84 работает, чтобы вот эти дети из детских домов и семьи с особыми детьми смогли поехать в этот летний специальный лагерь. Давайте технически, да, сейчас скажем, просто заговорили про лагерь, а конкретная информация такая, что вот мы эту тему уже поднимали один раз, да, поднимали, и сейчас мы ее продолжаем, потому что нам очень нравится команда, организация благотворительной палы, ДСМЛВ, это девушки, которые беззаветно совершенно работают, и 1 июня 10 лет исполнилась эта организация, они за эти годы сделали столько, что там перечислить не хватит никакой программы, да, просто мы их поздравляем еще раз, они сидели у нас в студии не так давно, рассказывали, причем и плакали тоже, когда мы говорили о трогательных вещах, очень-очень душевные девушки, и вот они делают этот лагерь, лагерь называется «Лето бабочек», сейчас он «Лето бабочек 2019», четвертый раз будет проходить, будет проходить в Скулте, в районе Скулте, это 4 дня, но как мы вот назвали статью на сайте, 4 дня, которые могут изменить мир, это действительно так, то есть немножечко меняется мир для тех 60 деток с особенностями развития, с тяжелыми диагнозами, для их мам, и для детей из детских домов, которые тоже там будут, там для них будут 4 дня организованы потрясающие совершенно мероприятия, реабилитационные и всевозможные, и игровые, и психологические, и не только для детей, но и для их уставших, очень сильно измученных, уставших мам, что тоже очень важно, и вот эти 4 дня изменят, изменят чуть-чуть их мир, а когда они вернутся домой, то соответственно эти круги идут, то есть все меняется, с каждым человеком, с каждым движением меняется в нашем мире все, поэтому мы просим помощи для того, чтобы этот лагерь состоялся, а он уже через неделю должен открыться, нужно собрать 10 тысяч евро, потому что участие бесплатное, все дети и родители там бесплатно находятся эти 4 дня, ну вот на все вот эти вот занятия, мероприятия, еду, ночлег и прочее, это 10 тысяч евро, сейчас собрано с марта до 11 июня, собрано 2555, четвертая часть, то есть нам надо постараться по возможности помочь этому замечательному проекту, замечательному просто, потому что дети, которые были там в прошлом году, они сидят уже и ждут, и вот наш телефон 9306384, он работает в помощь, в помощь вот этому лагерю для особенных детей с тяжелым диагнозом, который называется «Лето бабочек». Спасибо вам за каждый звонок. Ингрида, вот, а как вы с ПАЛЭДЗСМЛВ познакомились, у вас есть разные проекты вместе с ними? Да, мы с ними организовали прекрасное мероприятие, тоже рождественское мероприятие для особых детей и детей из детских домов, то есть это тоже праздник, который ждут все дети, это команда ПАЛЭДЗСМЛВ, они организуют чудесные праздники, они детей наполняют прекрасным настроением, прекрасными возможностями, они очень четко понимают их надобности и необходимости, так что да, и к ним тоже обращаются, может быть, иногда с такими большими просьбами о помощи, с которыми они не могут справиться, тогда мы обмениваемся информацией, тогда помогаем мы, то есть мы подключаемся. Вот Элзис Куя, которая руководитель организации ПАЛЭДЗСМЛВ, она нам рассказывала, что буквально родители, они на глазах просто менялись, то есть через 4 дня мама и папа приходят мужчины и говорят, я так счастлив, потому что счастлива моя жена, то есть это замученная несчастная женщина, которой некогда поднять голову, у которой больной совершенно ребенок, и она его там носит на руках, и папа работает, а она постоянно с этим ребенком. И вот эти 4 дня на природе, в лагере с психологами и прочими специалистами, когда ребенком занимается кто-то, а ты можешь послушать там лекцию или просто даже посидеть и посмотреть на цветы, вот хотя бы, то есть она меняется на глазах, и приходит мужчина и говорит, вы спасли нам семью, потому что это другая женщина. Это большое выгорание, это большая усталость, это такой, ну, неимоверный рубеж, который очень легко переступить от этой усталости, что они каждый день переживают, конечно, и поэтому этот лагерь очень важный. И очень важный момент, что за эти годы вокруг этого лагеря сплотилась команда волонтеров, то есть люди-энтузиасты, различные специалисты, и не только специалисты, а просто вот молодые, например, крепкие ребята, которые могут просто перенести ребенка от дверей на коляску посадить, повезти эту коляску, чтобы дать маме какой-то отдых. И с каждым годом этих людей появляется все больше. Это, например, художница, которая говорит, давайте я проведу просто вот на пленэре мастер-класс для этих деток, мы будем с ними рисовать. Какие-то аниматоры, которые просто приезжают на несколько часов и делают для них какую-то развлекательную программу. И поэтому мы приглашаем, дорогие радиослушатели, вас тоже присоединиться. Вот не как волонтеры, потому что, ну, все-таки это далеко, там ехать с култы, а очень просто, просто взять и сделать звонок 9-3-0-6-3-8-4. Ингрид, вот вы на страничке фонда в социальной сети Facebook написали, что мы вот приглашаем вас присоединиться и помочь этому лагерю состояться, потому что вот вы сравнили эту сумму евро 42. Это вот действительно чашка кофе или мороженое можно не купить себе. Именно так, именно так. И я хочу отметить, что после передачи «Зеленая лампа», когда Павла Илья Семелова команда была у вас, тогда к ним обратились еще мастера, которые предложили сделать мастер-классы, тоже как волонтеры, бесплатно. Да, это было именно после вашей передачи. Конечно, желающих посетить этот лагерь больше, чем они могут. А еще бы таких лагерей побольше сделать. И да, и вот этот звонок, это действительно, это евро 42, это что? Это одно мороженое, одна чашка кофе. А для кого-то, кстати, пиво, которое вот можно было прекрасно пропустить. Почему вы думаете, что надо оказываться от мороженого? Ну, я уже не думаю, что прям так. Можно съесть мороженое и позвонить. Ну, вы знаете, я думаю, что мы вот к следующему году, мы с вами, мы недавно с вами беседовали, и была прекрасная мысль, что когда мы видим в аэропорту счастливых уезжающих в Анталию, в Грецию, куда родители детей с чемоданами бежат, бегают, прыгают, и вот найти такого туроператора, с которым мы можем договориться, который может предложить, что те, которые покупают у них путевку, за большие деньги. То есть, путевки эти стоят несколько сотен, даже тысячи, чтобы они пожертвовали бы, может быть, какую-то небольшую часть процентуально вот такому лагерю тем детям, которые вот не увидят эту Анталию, Грецию, но для них такой лагерь тоже очень много значит. А для этой мамы это действительно вот сравнимо с каким-то абсолютно романтическим, каким-то путешествиями, приключениями, вот эти просто четыре дня в скулты. Напоминаем, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает в помощь для организации, работает, чтобы помочь собрать деньги для организации лагеря «Лето бабочек». Четыре дня в очень красивом месте для 60 особенных детей с тяжелыми диагнозами и деток из детского дома. Стоимость звонка евро 42 цента, а лагерь должен открыться уже через неделю. И собрано пока что одна четверть суммы. Евро 42 цента, 9306384. В следующей части нашей программы мы будем говорить об итогах, будет замечательно, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Эта программа напоминает о тех, кому нужна наша помощь, их очень много, и для тех, кто хочет помогать, и их, к счастью, еще больше. В гостях у нас сегодня Ингрида Шмидте, это руководитель благотворительного фонда «Би Оупен», с которым мы давно и очень хорошо сотрудничаем. И мы сегодня говорим о детском лагере, который должен открыться через неделю, это лагерь «Лето бабочек», и просим поддержки для того, чтобы этот лагерь смог состояться. Там будут участвовать 60 детей с тяжелыми диагнозами, а также детки из детских домов. Поэтому наш телефон 9306384 работает всю неделю в помощь этому лагеру, особенному лагеру для особенных детей. А с Ингридой Шмидте мы вот как уже начали говорить об итогах, и будем продолжать говорить об итогах нашей благотворительной работы, нашей с вами благотворительной работы. Но для начала мы просто озвучим традиционно в начале второй части, всегда говорим об итогах прошлой программы. На прошлой неделе мы рассказывали историю 13-летнего Артура, Артура Моритиса. И у мальчика вообще очень трагическая история просто. То есть он в самом раннем детстве, буквально после рождения, один за другим перенес три инсульта. Это невозможно себе представить, сколько этот ребенок испытал, и сколько перенесла его мама. И в принципе не верили врачи, и пророчили ему очень тяжелое будущее, то есть что он не будет ни ходить, ни говорить, а будет только лежать, и с ним будет все очень сложно. Но мама взялась за дело так, ну просто как герой, какой-то героический герой. И благодаря и врачам, и реабилитационным всяким мерам, и лечению, и, главное, любви самой мамы. Мальчик, ему сегодня 13 лет, он замечательный, он умничка, он учится в обычной школе, он ходит. Единственное, что у него после инсультов была парализована часть тела, и правая рука до сих пор не работает. Поэтому очень нужны сейчас, вот сейчас конкретно ему нужны специальные такие компрессионные вещи. Это костюм спио для тела, корсет вернее, и рукав такой специальный, тоже компрессионный для руки, чтобы поддерживать эту ручку, его в таком нормальном состоянии, чтобы она не скривлялась дальше. Все это дело вместе стоит 3600 евро, это нужно заказывать в Германии, для этого нужно туда ехать, маме с Артуром. Не такая огромная сумма, как мы видим, но для этой семьи совершенно нереально, мама одна его растит. И мы просили вашей помощи, и спасибо вам огромное. Ну, почти вся сумма собрана. Собрано 3107 евро, был сделан 1471 звонок на сумму 1839 евро. И на счет Артура Моритиса, который открыт в благотворительном фонде Be Open, поступило 1268 евро. В общем, не хватает где-то около 404 с хвостиком, и мы надеемся, что они потихонечку так доберутся, и что все это и фонд подстрахует, и надеемся, что еще кто-то, информация и ходит по интернету, и кто-то подключается неожиданно. Поэтому спасибо всем большое, огромное спасибо от мамы Артура. У него чудесная мама, очень красивая, умница, и вообще герой, как уже сказала. Спасибо всем и каждому. А теперь вопрос к руководителю благотворительного фонда Be Open, Ингриде Шмидте. Давайте немножечко пробежимся по историям, по ситуациям. Вот с октября мы рассказывали каждую неделю о каких-то детях и взрослых, которым нужна помощь. И как радиослушателям интересно узнать, как вообще, что сейчас с этими нашими героями. Самый трогательный, наверное, громкий случай был, это вот Рудольф Погода из Сау-Красте. Вот расскажите на данный момент, как сейчас у него дела? То есть для Рудольфа мы собирали помощь. Напомним, давайте, это мальчик, попавший в тяжелую аварию, да? Да, мы собирали, это было осенью, это было уже в конце года. Да, помощь ему, которая необходима, она, конечно, застряла из-за судебных вопросов, потому что это был очень громкий случай, мальчик очень тяжело пострадал в аварии, и судебный вопрос длился вот шесть лет почти уже, и вот только на днях мы получили известие, что наконец-то судебный вопрос, как говорится, темида, свершилось. Но самое печальное, что это были пять-шесть лет потеряны для Рудольфа, для его развития. То есть еще немножечко поясним, что водитель перед школой практически на переходе сбил второклассника, вот Рудольф был тогда второклассником, и уехал. И все, не оказал помощь. И у мальчика просто такое было мозговое кровоизлияние, которое повлекло за собой и двигательные различные, значит, задержки с развитием. Мама была растеряна, а за несколько лет перед этим папа не стало в семье. Вот мама одна была в таком шоке, не знала, как вообще действовать. И вот этот человек, из-за которого мальчик остался инвалидом, он вообще никак не принимал участие. Да, я здесь хочу сказать очень большое спасибо латвийскому телевидению, лично журналисту Айя Кинце, которая следила за этой историей, за этими судебными заседаниями, их адвокату, который работал безвозмездно в пользу семьи. Темиде свершилось, и, конечно, это дает надежду, что у Рудольфа будет и далее возможность продолжать его реабилитацию. Но то, что мы сделали вот со слушателями «Зеленой лампы» и нашими читателями, это был очень большой шаг, потому что то, что мы собрали осенью для его помощи большую сумму, они могли резервировать целые четыре недели. В апреле они только что вот неделю обратно вернулись из Словакии. Они провели четыре недели в очень интенсивном реабилитационном центре. Программа у них была очень резерванная. Специализированная. Да. Адели-центр. На нашей странице мы разместили их видео, где видно, как три человека, три специалиста этого центра одновременно работают с Рудольфом. Его улучшение очень-очень велико. намного больше многие функции у него улучшились. И вот эти четыре недели для него были очень значимы. То, что мы смогли помочь. И, конечно, мама будет продолжать эту реабилитацию. Ей необходимо, чтобы Рудольф, пока он растет, это его время, чтобы успеть ему помочь, конечно. Нам так запомнил совсем этот мальчик. И нашим радиослушателям нам звонили, писали, многие спрашивали, как им подарки передать какие-то. И вот, если вы помните, нам звонил в эфир и Хелмут Балдерис, наш знаменитый, потому что у Рудольфа мечта. Он еле ходит сам, но у него мечта стать хоккеистом. У него книжка про Балдериса на самом видном месте. И вот Хелмут позвонил, он тоже наговорил ему много хороших слов, пожелал ему всего хорошего. Да. А вот вы только что мы упоминали Артура Моритиса, к которому собирали мы деньги на этот спео-костюм. Я знаю, что время для них тоже уже резервировано в сентябре для поездки. То есть, и знаю, что в это время тоже туда планирует ехать Диана Краукла, на которой мы еще не дособрали нужную сумму, но мы надеемся, что до конца лета мы это соберем. И вот этот спео-костюм, который мы упоминаем в передачах уже неоднократно, он такой значимый, он так много помогает держать весь организм или те части тела, которые пострадали. Я только что встретила на прошлой неделе Томаса Якобсона, которому мы тоже помогали насчет этого спео-костюма. мальчик держит свою спинку, он может сам самостоятельно пройти уже более такое длительное расстояние, чем раньше. Он... пропали эти большие уже боли, это очень важно. Так что для Артура это будет также очень важно. А Томас тоже маленький, сколько мы, по-моему, 12 лет? Томас сейчас, он 6 класс закончил. 11 лет. Вот, говоря о таких результатах, я хочу поделиться и цифрами, и историями, потому что в цифрах вот вы всегда говорите, что вот один звонок, это евро 42, но этот звонок, он скапливается как капелька в большое море, и за март, апрель и май мы получили 18 504 телефонных звонка. То есть вот столько людей подняли свой телефон, позвонили, не поленились. Это просто чудесно. В общем, вот весной, вот эту весеннюю программу, начиная с марта до сегодняшнего утра, у нас общая сумма на счет зеленой лампы, поступило 67 915 евро. Что мы успели за это время сделать? То есть, во-первых, мы тоже отмечали уже на фейсбуке, Елене Дроздовой, нашей первой героине марта, мы поставили этот подъемник, то есть она смогла наконец-то выходить самостоятельно на свежий воздух, Давайте напомним, это вот женщина-юрмолчанка, которая без движения, с тяжелым диагнозом, в коляске, и живущая одна, и она никак не могла покинуть пределы квартиры. Так что, да, это уже сделано, это как факт. Савва Мальцев, маленький мальчик из Дагуф Песа, которому мы помогали отправиться в Минск, в центр аутизма и дельфинарий. И помните, у вас было название у статьи «Поможем Саве начинать говорить». И многие говорили, что как-то очень, как-то это все не верится, и не так уж это все так помогает. И на все, да неужели? Да, вот все-таки, вот я как раз сегодня с мамой разговаривала, и, конечно, это не то, что вот люди представляют, что начинает человек сразу говорить вот так вот, ну, как речь, но он начинал первые слова. То есть вот работа специалистов этого центра аутизма и дельфинария, они работали как команда, и он начал первые свои слова говорить «да». Он пока еще не говорит «мама», то, что мама очень ждет, конечно. Эти мамы очень ждут. «Мама, я тебя люблю». Да, но он уже научился сказать первое слово «да». Ему спрашивают, ему научили вот понимать и говорить, «ты хочешь там что-то делать?» Он говорит «да». Он уже говорит «да», это его первое слово «да». То есть вот все-таки это происходит. И он научился там плавать, он себя чувствует более коммуникабельной, более стабильной, и так что их улучшение очень-очень большое. Потом вспомним Анжия Борисика из «Якопиоса». мы ему собирали помощь на две операции. Первая операция в Санкт-Петербурге уже прошла в июне. Ему выбрали спицы из ступней. Сейчас ему ожидается вторая операция в августе, уже более тяжелая. Там будут эти спицы выбираться из верхней части ног. Но, конечно, мы надеемся, что после реабилитации он сможет все-таки ходить. Знаю, что активисты «Якопиоса» хотят еще помочь подключиться, потому что Анжию реабилитация будет еще долго-долго и большая необходимо. Потом вспомним Кристофера Фрейманиса, которому мы подарили видеолупу. Это для него такой большой скачок в его развитии, в его возможности учиться по-новому. когда они получили эту видеолупу, тогда... Это мальчик незрячий. Да, он практически маленький. Он немножко, да, он немножко. Силуэты видят. Да. И поэтому видеолупа, которая ему помогает простой текст или картинку в книжке превращать в большой размер, и он может читать и видеть и понимать эту картинку. И когда они видеолупу получили, тогда Кристофер просил маму делать очень много фотографий, как он работает, как он учится за этой видеолупой, мне присылал. И первое, что он рассматривал книгу о животных, и это так красиво видеть, что вот эта маленькая книжка, а на экране у него большая, красивая там картина дельфина и другого океанного мира. И это реальный большой шаг, что мы вместе сделали в его развитии, он сможет учиться дальше с большим усердием и радостью. Потом вспомним Алекса Бебриша, которому мы чудесный мальчик, который ехал в Петербург тоже на операцию. Они буквально вчера или в воскресенье вернулись из Петербурга, они три недели провели после операции, очень долго, операция была удачная, конечно, реабилитация тоже будет не маленькой, но главное, что мама сказала, что боли прошли, это успех номер один, и второе, что уверенность, что Алекс будет ходить, и они мне пообещали, что вот свои отчеты они принесут в фонд сами. и знаете, это вот самое, наверное, приятное, когда наши герои благотворительных программ приходят к нам в фонд сами своими ножками. Вспомним Валерия Якимова, которой мы помогали еще осенью, они ехали в Минск, и вот только что отправились третий раз, там, сумма у нас была небольшая, но они нашли возможность это делать очень экономно, они третий раз уже поехали в Минск на реабилитацию, и Валерия уже ходит более большие расстояния своими ножками, без коляски уже пришла и к нам в фонд в гости. А, сама приходила. Да, это было очень приятно. Валерия сама рисует, она очень активно продолжает рисовать иконы, и надеется, что вот как-то мы ее выставку тоже организуем. Потом Селина из Бауски, которой было необходимо артозы, мама рискнула артозы заказывать здесь, в Латвии, это, наверное, первый случай, который сейчас за последние два-три года я знаю, кроме всех эстонских позитивных рассказов, она заказала артозы здесь, в Латвии, у специалистов, и они только что получили, мне прислали прекрасные фотографии, что девочка ходит с этими артозами, конечно, держась за свою коляску, но вот качество передвижения уже совсем другое. И, кстати, вот девочка Селина, восьмилетняя из Бауски, она с мамой тоже поедет в этот лагерь, то есть, мы знаем конкретных деток, для которых мы просим помощи, вот наша Селина, о которой мы писали, потом у нас в гостях была мама Агнеса, которая взяла двух деток из детского дома, Янис 7 лет и Александр 4 года, вот конкретные детки из детского дома, конечно, с проблемами, с двигательными проблемами, как вот, они берут, вот кого дают, больной, с проблемами, там, с инвалидностью, мы не выбираем, нам предложили, мы взяли, и, конечно, эти семьи не могут себе позволить оплатить вот на всю семью вот такую поездку, вот это те детки, для которых мы просим вашей помощи конкретно. Да, и вот такое вот подведение обобщения, тогда, вот, в общем, тогда видно, сколько мы смогли вместе все сделать, но, конечно, не мы втроем, Рита, Ольга и я, а это с помощью всех слушателей и читателей, которые сделали 18 тысяч звонков и, конечно, сделали перечисления на счет и, вы знаете, я каждый день вижу эту отчетность, я вижу эти пожертвования, которые приходят самыми разными суммами, начиная с самой маленькой суммы, кончая большими суммами, ну, какая самая маленькая, самая большая? Ну, самая маленькая это 2 евро, но это тоже все скапливается, и иногда, когда я вижу, что кто-то пожертвовал, ну, большую сумму, частное лицо, и я стараюсь как-то связаться с семьей и переспрашиваю, может быть, это кто-то из знакомых, кто-то из друзей, и, знаете, больше случаев это все незнакомые люди, это все незнакомые люди семье, это не друзья, не родственники, это совсем чужие люди, и вот это прекрасно, что столько много людей не проходят мимо, отзываются, и эта помощь очень большая. Спасибо вам огромное, незнакомые люди, спасибо вам, знакомые люди, спасибо каждому нашему радиослушателю, нашему читателю. напоминаем, что наш телефон сегодня работает, начал работать и всю неделю до следующего вторника работает в помощь лагерю для особенных детей, который должен открыться через неделю как раз телефон 930-6384, евро 42 цента за два ночи, спасибо вам, а в программе у нас сегодня была наша, наш друг, наш партнер, замечательная Ингрида Шмидт и руководитель фонда Be Open. Спасибо вам. Спасибо всем радиослушателям за большую отзывчивость и то, что мы можем вместе делать большие дела. И банковские реквизиты для перечислений можно найти на сайте MixNews в разделе Зеленая лагеря. На Фейсбуке тоже, да, и напоминаем очень важный момент, что никакие комиссионы с этих денег не берутся, все деньги полностью доходят до цели. Всего доброго и до следующего вторника. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.